Славка Среди множества певчих птиц стоит выделить скромную и неприметную на внешний вид птичку с милым названием Славка. В средней полосе России обитает их пять видов – серая или говорунчик, черноголовая, садовая, ястребиная и завирушка или мельничек. Все эти маленькие юркие птички, имеющие в среднем размеры воробья, очень похожи между собой. Самой мелкой из них является завирушка и самой крупной – ястребиная Славка. В оперении Славок преобладают неяркие цвета буровато-серой гаммы, которые прекрасно их маскируют в природе. Причем у трех видов – серой, садовой и завирушки – самец и самка по окраске не отличаются. Легко можно определить самца у черноголовой Славки. Он имеет черную шапочку на голове, в то время как самочкой молодняк – коричневую. Отличаются также самец и самка ястребиной Славки. У самца радужная оболочка глаз ярко-желтая. На груди темные полосы, как у ястребов. Именно поэтому этот вид Славок называют ястребиным. У самок глаза имеют зеленоватый оттенок, а полосок на груди либо совсем нет, либо слабо выражены. Гнездование, увернувшись с зимовья Славок, наступает в конце апреля. Как только самцы прилетают в родные места, начинают распевать свои чудесные напевы, оповещая, что место занято, и призывая самку к спариванию. Семейная жизнь у Славок устроена хорошо. Они и верные супруги, и заботливые родители. После того, как пары созданы, птицы приступают к совместному обустройству гнезд. Удивительно, но у всех Славок в обязанности самца входит не только кормление птенцов, но и их обогрев. Характер у всех Славок очень спокойный. А натура деятельная. Холостые самцы не идут на конфликт с хозяевами участков и гнезд. Но если хозяин гнезда погибает, один из холостяков принимает на себя все его обязанности и заботится о подрастающем потомстве, как о родном. И жизнь птенцов становится для него дороже своей. И более того, в Славке единственные птицы в средней полосе России, у которых после гибели самки самец может не только докормить птенцов, но даже досидеть кладку. Славки – птицы скрытные и ловко прячутся от людей. Но услышать их красивое пение в садах и парках совсем не сложно. Все они превосходные певцы. Но самый богатый репертуар у Черноголовки. По звучности, силе и чистоте пения Черноголовая Славка смело конкурирует с такими непревзойденными певцами, как Соловей и Дрозд. Немного меньше разнообразия в пении садовой и истребиной Славок. И еще хуже певческие данные у Завирушки и Говорунчика, хотя поют они тоже красиво. Славки относятся к всеядным птицам. Летом они охотно питаются насекомыми. Этим же кормят птенцов. Осенью переходят на семена растений и ягоды. Поедая насекомых, они приносят большую пользу. Живут эти милые птички в лесах, садах и густых кустарниках. Причем Черноголовка – птица леса. Она является самой лесной птицей из пяти видов. Садовая Славка любит заросли опушки. Ястребинка селится в зарослях кустарников вдали от леса. Завирушка предпочитает густые кустарники, расположенные на территории населенных пунктов. Гнезда все четыре вида устраивают обычно на высоте 1-2 метра над землей, в кустах или нижних ветвях деревьев. Серая Славка по выбору жилья отличается от четырех сородичей. Она может жить даже на полях. Заросли кустарников и деревья ей не нужны. Гнездо она строит в высокой траве или мелких кустиках у самой земли. Нередко прямо на почве. Хотя иногда может поселиться на опушке леса, как в этом случае. Интересная особенность по выбору жилья у Ястребиной Славки. Она всегда селится возле сорокапута жулана. Эти две птицы настолько сроднились, что при наличии одной обязательно где-то рядом будет и вторая. А дело все в том, что их предпочтения по выбору гнезда почти полностью совпадают. В возрасте 11-15 дней молодняк покидает гнездо. Родители еще 8-10 дней их опекают. По прошествии которых могут приступить к постройке нового гнезда и второй кладки. В сентябре Славки отправляются на зимовку в теплые страны, чтобы будущей весной вернуться в те края, где они когда-то родились. Почему же эту невзрачную птичку назвали Славкой? Возможно, из-за ее прекрасного пения. Но, скорее всего, из-за славного характера, которым ее наделила природа. Славкин Субтитры создавал DimaTorzok